Добрый вечер, я вас слышу и вижу хорошо. Да, вот начинаю. Добрый вечер. Сейчас прошло время, мы отступили по сроку от пика эпидемии, хотя и сейчас, вы знаете, случаев достаточно. Но медицина всего мира, врачи всего мира обратили внимание на то, что проходит время после перенесенной инфекции, месяц, два, три, это ранний период, но и четыре месяца, и пять месяцев. А у человека остаются жалобы, что-то беспокоит. И в этот момент человек уже не думает о том, не связывает свои жалобы с тем, что он перенес когда-то ковид. А на самом деле это может быть связано, есть тесная связь. Жалобы могут быть самые разные. Поражается и нервная система, и сердечно-сосудистая, и желудочно-кишечный тракт, сосуды всего организма. И в мировой литературе появилось такое новое заболевание, новый термин, он называется постковидный синдром. Он введен даже в классификацию международную болезней. И специалисты, разные специалисты занимаются этим самым постковидным синдромом. Потому что действительно эти жалобы могут иметь связь с тем, что человек перенес ковид. Что такое постковидный синдром? Это когда жалобы остаются спустя 3 месяца после завершения острого периода инфекции. Спустя 3 месяца. И продолжается, как правило, до полугода, но иногда и дольше, если не обратить на это внимание вовремя. Жалобы могут быть самые разные. Что-то нарушился сон, что-то меняется настроение, то смеюсь, то плачу. Но сегодняшняя наша школа посвящена именно нашей зоне интереса сердечно-сосудистой системы. Наша клиника активно занимается этой проблемой. В конце Елена Анатольевна даст контакты. И сразу анонсируя, хочу сказать, что кроме того, что вы можете всегда записаться на прием кардиолога, у нас еще открыт так называемый постковидный центр, где работает мультидисциплинарная бригада, где этой проблемой занимаются врачи всех специальностей. И кардиологи, и сердечно-сосудистые хирурги, и гастроэнтерологи, и неврологи. То есть по этим проблемам тоже можно обращаться. Я в конце тоже прокомментирую, как это сделать. Те слушатели, кто уже был на наших занятиях, знают, как можно задавать вопросы. Для тех, кто присоединился впервые, я поясню. В правом верхнем углу экрана есть чат. Вы можете задавать вопросы в чате по ходу доклада. Можете задавать в конце, как вам удобно, в любое время. Есть значок со знаком вопрос. Лучше задавать вопросы вот в этой графе, в этой рубрике, где вопросы. Хотя можете их писать и в чате. И обычно мы всегда проводим анкетирование. Присоединяется анкета. Чтобы нам получить обратную связь, вы можете задавать вопросы и позже. Мы на них ответим тоже. Но вот сегодня технически у нас анкета не присоединилась. Поэтому просьба вам пришлют ссылку на анкету для обратной связи попозже. Пожалуйста, ее запомните. А сейчас я с удовольствием передаю слово о проблеме Елене Анатольевне Гречук, заведующей отделением кардиологии, кандидата медицинских наук. Пожалуйста, Елена Анатольевна. Спасибо большое, Елена Георгиевна. Прежде всего, конечно, мы хотели бы поблагодарить вас за то, что вы сегодня с нами, что вы этот вечер решили посвятить как раз той проблеме, которая, наверное, сейчас волнует практически всех и каждого. И, честно говоря, хотя эпидемия у нас длится уже больше года, мы с ней живем, но тем не менее все равно она не перестает быть актуальной. И вопросов возникает много. Много вопросов возникает у нас, у специалистов, у докторов. Много вопросов возникает у вас, у тех людей, кто с этой инфекцией столкнулся, или, может быть, чьи родные и близкие переболели данным заболеванием. И вы не имеете этой информации в столь большом и глубоком виде, как имеем мы. И вот мы, конечно, хотели бы поделиться с вами этой информацией и призвать, может быть, обратить внимание на себя, на ваших близких, на ваших родных, кто переболел этим заболеванием, кто перенес коронавирусную инфекцию. И, может быть, не подозревает, а на самом деле имеет какие-то проявления со стороны сердечно-судистой системы. Они иногда бывают достаточно опасны. И, конечно, вовремя обратиться к врачу, вовремя обратиться к специалисту и получить вовремя помощь – это, безусловно, необходимо и это важно. Ну, давайте приступать. Собственно говоря, что бы я хотела вам сказать прежде всего? Посмотрите, если мы говорим про коронавирусную инфекцию, то мы выделяем факторы риска, но, что называется, более тяжелого, неблагоприятного прогноза течения вот этого заболевания. И это пожилые пациенты, это мужчины. И здесь очень большой перечень сопутствующей патологии. Посмотрите, на первом месте здесь встают сердечно-сосудистые проблемы. Заболевания легких, сахарный диабет, злокачественное новообразование, особенно те пациенты, те люди, которые находятся в стадии химиотерапии, иммуносупрессии, да, и лучевой терапии. Это пациенты, которые имеют полиорганную недостаточность, это те люди, кто имеют избыточный вес, ожирение. И это, конечно, беременные женщины, особенно беременные, которые имеют сердечно-сосудистую патологию. Что необходимо знать вам, как возможным, да, пациентам, имеющих сердечно-сосудистую заболевание во время вот этой нашей нынешней жизни, да, в жизни, в пандемию, а некоторые специалисты говорят, что она будет продолжаться еще на протяжении 5-7 лет. На самом деле здесь вопросов очень много, и обращать внимание нужно много на что. Ну вот прежде всего, посмотрите, люди, имеющие заболевание сердца, имеют прежде всего повышенный риск заражения. Ну и, конечно, осложнение течения вот этого заболевания. Причем, смотрите, в 6 раз чаще госпитализируются и в 12 раз чаще умирают. Поэтому, конечно, самая лучшая мера – это мера профилактики. То есть это соблюдение всех мер гигиенической профилактики. Ну и, конечно, сейчас мы имеем вакцинопрофилактику. Вакцинироваться также необходимо, если вы не имеете противопоказаний. Заболевание коронавирусной инфекцией может вызвать дестабилизацию имеющихся хронических сердечно-сосудистых заболеваний. То есть если вы, например, имеете гипертонию, да, и вдруг заболели коронавирусной инфекцией, вам назначается терапия коронавирусной инфекции специфичная. И люди начинают думать, ой, как у меня много таблеток, тут я и это пью, и это пью, и мне так тяжело, и все болит, и я себя плохо чувствую, и забывают, либо начинают прерывать вот самостоятельно терапию их основного заболевания сердечно-сосудистой системы, ну вот той же самой гипертонии, то, конечно, это приведет к обострению того состояния, которое они имели до ковида. Лечение должно соответствовать рекомендациям доктора. То есть здесь, конечно, какие-то личные собственные изобретения, поправки, коррекции именно по той причине, что у меня ковид, и я теперь не буду там что-то принимать или буду принимать что-то в большем объеме, конечно, это все должно только согласовываться с вашим лечащим, врачом, который знает про вас все. Ну и вот, безусловно, проблема того, что мы сейчас видим, и я думаю, что Елена Георгиевна меня поддержит, это проблема позднего обращения с проблемами острыми сердечно-сосудистой болезней. То есть тогда, когда наши пациенты, наши родные, наши близкие находятся дома в самоизоляции, они имеют очень сложный доступ к врачу, в поликлинике, да, и сидят и терпят до последнего, уже приезжают к нам на скорой помощи с тяжелыми инфарктами, с тяжелыми инсультами, уже несуточной, двухсуточной, трехсуточной давности, конечно, помочь им становится в этом состоянии крайне сложно, и вот здесь, конечно, необходимо что помнить. Нужно наблюдать самостоятельно за собой, за состоянием своего здоровья, за своим самочувствием, за уровнем артериального давления. И вот здесь вам может помочь не очное посещение врача, а вот эти телеконсультации, которые у нас вот обозначены, я вам специально их написала, да, когда вы можете дома, сидя у компьютера, точно так же, как вы разговариваете по скайпу со своими родными, близкими, да, кто-то по WhatsApp общается с помощью телесвязи, телекоммуникаций, вот так же можно поговорить и с доктором, и это так же доступно у нас в нашем объединении. Ну и так, как может влиять сама коронавирусная инфекция на те заболевания, которые, например, у вас есть? Ну, скажем, вы болеете гипертонией, может быть дестабилизация артериального давления, причем как в сторону повышения, так и в сторону снижения. Может быть обострение стенокардии, может быть прогрессирование сердечной недостаточности, нарастание отеков, отдышки, может быть появление либо учащения, либо усиление нарушения ритма, аритмии, если она была у вас. Как нужно лечить? Во-первых, конечно, если мы говорим про лечение, то в первую очередь, скорее всего, если вы имеете какое-то сердечно-сосудистое заболевание, вы постоянно принимаете какую-то терапию. Если вы ее постоянно не принимаете, это, безусловно, неправильно, это требует коррекции, и тут, безусловно, нужно разговаривать с доктором, с кардиологом. Ну вот, и так, если вы принимали препараты, давления такие, как, например, энолоприл, периндоприл, да, как мы говорим класс ингибиторов АПФ, или лазертан, валсартан, теомисартан, кандосартан, эти препараты необходимо сохранять в вашей терапии, их не надо отменять. Сохранять терапию точно так же необходимо такими препаратами, как бисапролол, корвидилол, метапролол, набиволол, это группа бета-адреноблокаторов. Ну и, конечно, амлодипин. Многие пациенты его знают, это препарат от давления, но и вкупе эти препараты назначаются и при ишемической болезни сердца, и при сердечной недостаточности, и при повышенном давлении, поэтому, конечно, эта терапия постоянная, длительная, и развитие коронавирусной инфекции, развитие постковидного синдрома, оно требует, может быть, коррекции терапии, но не требует отмены. Особенно если это касается вашего самостоятельного решения, то это будет неправильно. Ну и вот замечен, например, некоторые положительные аспекты приема препаратов сердечно-сосудистых по влиянию на течение коронавирусной инфекции. Ну вот, например, известный класс статинов, тот класс, который мы назначаем для профилактики атеросклероза, для лечения атеросклероза. У тех больных, кто перенес инфаркт, инсульт, да, когда мы хотим замедлить рост бряшки или предупредить рост атеросклеротической бляшки, это аторвостатин, розовостатин, так вот они обладают противовоспалительным эффектом. А все знают, да, уже у всех на слуху, что коронавирусная инфекция вызывает вот этот супервоспалительный ответ у организма человека достаточно часто. Спиронолактон, бирошпирон, тоже препарат наш, который мы применяем при сердечной недостаточности, например. Он уменьшает легочный фиброз, который тоже бывает, что проблемы с легкими бывают после коронавирусной инфекции, да тут тоже вроде бы препарат, сердечно-сосудистая система, может помочь побороть коронавирусную инфекцию. Такие препараты, как, например, аспирин, клопидогректик, агрилон, препараты, разжижающие кровь. Они знакомы тем пациентам, кто имеет ишемическую болезнь сердца, кто перенес стентирование коронарных артерий, кто перенес инфаркт. Но вот эти препараты, конечно, необходимо принимать и иногда крайне важным является продолжение приема именно этих препаратов, особенно у тех пациентов, кто перенес стентирование коронарных артерий. Потому что отмена этих препаратов ранняя, не одобренная врачом, не вовремя сделанная, а сделана рано, она может привести к тому, что стенд тромбируется, прекратится кровоток по сосуду коронарному снова, и это может стать причиной развития инфаркта. Антикоагулянты, ривороксабан, апексабан, добегатран, барфарин – это те препараты, которые разжижают кровь достаточно серьезно, и сейчас они уже начали занимать свою нишу не только в лечении наших болезней сердечно-сосудистых, мы их назначаем при нарушениях ритма, если у пациентов были тромбозы какие-то, да вот сейчас они начали занимать еще и нишу в лечении коронавирусной инфекции. Так вот стоит обсудить с доктором, с кардиологом, и стоит обсудить с доктором, который лечит и наблюдает вас с коронавирусной инфекцией, нужно продолжение этого препарата или не нужно. Кому это принципиально, кому не принципиально, это безусловно решать только доктору. Поражает ли коронавирус имплантированные устройства, стимуляторы, дефибрилляторы, протезы, стенды? Вот это очень частый вопрос, который задают кардиологам, кардиохирургам пациенты, которые перенесли операции на сердце. Сейчас этих пациентов достаточно много, вот это довольно частый вопрос. Так вот нет данных о том, что вирус как-то может поражать имплантированные устройства. Конечно нет. Это абсолютно не является причиной того, что стимулятор, например, перестанет работать. То есть стимулятор, конечно, будет работать независимо от того, есть у вас коронавирусная инфекция или нет ее. Но вот если говорить про то, как же влияет сам коронавирус на течение заболевания, на организм человека, что он вообще поражает. Так вот сейчас становится понятно, да, что коронавирус, он проникает в клетку через определенные рецепторы. И там уже он начинает вызывать свое вот это негативное действие, начинает размножаться и вызывать вот эти вот негативные проблемы, которые развиваются в организме человека. В первую очередь что? Мы все знаем, что коронавирус поражает протоглотку и легкие. Да, пневмония – это вот то, что на суху. Но сейчас уже спустя год, да, даже больше года знакомства с этой инфекцией мы начали понимать, что на самом деле есть кишечная форма коронавирусной инфекции, которая точно так же, да, может существовать параллельно и с поражением легких, без поражения легких, как самостоятельная форма. И если, например, говорить про постковидный синдром, то проблема именно с кишечником может быть проявлением вот этого длительного постковидного синдрома. Поражает сердце, поражает глаз, поражает печень. Вот это действие прямое вируса. С другой стороны, все знают вот этот суперактивный воспалительный ответ, да, как он называется по научному цитокиновый шторм. И вот этот цитокиновый шторм, иммунный ответ, он тоже поражает. Поражает и почки, и поджелудочную железу, и головной мозг, и мелкие сосуды, и нарушает коагуляцию, нарушает кроветворение. И, конечно, вслед за тем, что поражаются легкие, например, пневмонии, да, поражается сердце, может быть, миокардит, идет вот эта супервоспалительная реакция, возникают микротромбы в сосудах, возникает недостаток кислорода. Ну и, конечно, организм, когда находится в стрессе, он требует большего количества питательных веществ, большего количества кислорода. И вот, безусловно, вот в этом таком дисбалансе, с одной стороны, у нас легкие не могут обеспечить достаточное поступление кислорода, кровоток тоже плохой из-за того, что могут образовываться микротромбы. Организму требуется много энергии, много кислорода, чтобы обеспечить вот эту борьбу с заболеванием. И вот здесь возникает эта проблема, да, вот такая системная, когда не просто легкие болеют, да, а болеет весь организм. Все органы поражаются. Как же поражается сердце при коронавирусной инфекции? Ну, во-первых, сердце может поражаться, еще раз повторяю, да, напрямую вирусом. И мы это называем, да, прямое вот это вирусное поражение неокардита. Второй механизм поражения, да, это когда возникает воспаление в оболочке сердца, да, у нас сердце находится в такой сумке специальной, и эта сумка, она окружает сердце. И вот если возникает воспаление вот этой сердечной сумки, там скапливается жидкость, и это может вызывать перикардит уже, да, то есть неокардит – это воспаление самого сердца, самой сердечной мышцы, а перикардит – это воспаление уже вокруг сердца. Другой механизм повреждения – это недостаток кислорода, который не может обеспечить легкие, да, не могут обеспечить легкие, например, потому что там тяжелая пневмония, да. Это третий механизм поражения. Четвертый механизм поражения – это то, что я вам говорила. Проблемы с коагуляцией. Образуются микротромбы в сосудах, и вот эти вот микротромбы в маленьких сосудах, они нарушают микроциркуляцию. То есть небольшой какой-то сосуд закрывают, а маленький. И вот эти микротромбы, они, конечно, точно так же могут вызывать нарушение кровоснабжения и гибель самого миокарда. Четвертый механизм повреждения. Если, например, у пациента в сосуде, который кровоснабжает сердце, была бляшка, которая суживает просвет сосуда в условиях стресса, в условиях тахикардии, в условиях недостатка кислорода, эта бляшка может дать о себе знать. Здесь может образоваться тромб, тромб закрывает просвет сосуда и развивается инфаркт, да, которым пациент, может быть, даже и не знал никогда о том, что у него есть эта бляшка. Он не подозревал даже, но вот эта стрессовая ситуация, она может вот это состояние вызвать. Ну и, конечно, вот это вот последний механизм повреждения, пятый – это само стрессовое воздействие на миокарда. Когда миокард находится в таком воздействии большого количества адреналина, когда недостаток кислорода, когда идет тахикардия, миокард работает с перегрузкой, и возникает вот тоже такой механизм повреждения. Собственно говоря, эти механизмы, они носят, конечно, клинические проявления в виде того, что я вам уже обозначила. Это инфаркты, это перикардиты, это миокардиты, кардиомиопатии, это тромбоэмболии лёгочной артерии. Ну вот, собственно говоря, кроме того, что сам вирус может поражать сердце, ещё есть такая ситуация, которую мы также знаем, да, это прямое токсическое воздействие лекарств на миокарду. Скажем, например, раньше лечили одними препаратами, сейчас пришли к другим препаратам, да, для лечения вот этой коронавирусной инфекции. Но вот почему ушли от одних препаратов, пришли к другим? Потому что поняли, да, что какие-то препараты не так лечат вирус, да. Другие препараты оказывают токсическое действие, которое точно так же небезопасно для организма. Поэтому, конечно, вот здесь вот, да, не только вирус, но и большая массивная лекарственная нагрузка, которая всегда идёт при лечении вот такой болезни, она, конечно, так же может сказаться на состоянии организма в целом. Ну и вот последствия, да, во что может вылиться острое заболевание, да, вот это острое повреждение миокарда. Конечно, может вызвать прежде всего дестабилизацию ранее существующих известных каких-то сердечно-сосудистых болезней. Ну, скажем, у человека была гипертония, может быть обострение гипертонии, да. Если у человека была, например, ишемическая болезнь сердца, может быть спровоцирован инфаркт на фоне вот этого острого состояния этой коронавирусной инфекции. Может перейти всё в хроническое повреждение, да, миокарда, миокардит, перикардит, они могут уйти в такую хроническую стадию, течь ни одну неделю, ни один месяц, а уходить в несколько месяцев, да, вот в рамках именно постковидного синдрома. Кардиотоксичность вот этих противовирусных препаратов, она обычно, конечно, уходит достаточно быстро. после прекращения приёма таких препаратов, но тем не менее всё равно вот её нужно выявлять, её нужно наблюдать и, безусловно, если необходимо, то её нужно лечить. Ну, конечно, если говорить про то, как мы будем обследовать сердце, сердечно-сосудистую систему, первое самое, да, на что нужно обратить своё внимание, это ваше самочувствие. Если ваше состояние меняется, если ваши ощущения меняются, ну, например, раньше я проходил спокойно, да, там 600 метров поднимался, три этажа, у меня не было отдышки, у меня не было боли в грудной клетке. После того, как я перенёс коронавирусную инфекцию, я стал подниматься только на один этаж. У меня отдышка, у меня боли в сердце, у меня давит, живёт, сжимает. Это повод для того, чтобы пойти к врачу, чтобы обратиться к кардиологу и задать вопрос, а не проблема ли это, да, того, что коронавирус как-то повлиял на сердце, и может быть необходима коррекция терапии. Ваше самочувствие – это первый маркер, который вам доступен. Что будем делать уже мы, да, доктора, когда вы к нам обратитесь? Прежде всего, это лабораторная диагностика, это электрокардиограмма, регистрация, прежде всего, с целью как-то быстро выявить нарушение ритма или повреждение миокарда. Это проведение УЗИ сердца, УЗИ сосудов, это стрессовое нагрузочное тестирование для выявления иншинии, это мониторинг холтеровский, длительный, суточный, артериального давления или электрокардиограммы для того, чтобы уже более тонким механизмом понять, в течение суток есть какие-то нарушения, да, например, в суточном ритме давления, нужна ли коррекция. Это проведение компьютерной томографии, магниторезонансной томографии для того, чтобы определить, например, проходимы ли сосуды. Может быть, там есть тромбы, может быть, там есть бляшки, да, которые дали о себе знать впервые после вот такой стрессовой ситуации, как коронавирусная инфекция. То есть у нас механизмов, у нас способов диагностики сердечно-сосудистой системы в настоящий момент достаточно много. И, конечно, пациент не может сам себе назначить, безусловно, точную диагностику, с какой целью это делается, понимает только доктор. И, безусловно, назначить ее адекватно, в полном объеме, может только кардиолог. На что нужно обращать внимание, вот если мы говорим про отдаленные последствия коронавирусной инфекции? Сердце – это тот повод, по которому мы сегодня с вами собрались. Так вот, оказывается, что вроде бы даже те пациенты, которые переносят коронавирусную инфекцию достаточно легко, все равно есть повреждения сердечной мышцы. Это доказано исследованиями сейчас. Это повреждение может быть не столь глубоким, не столь объемным, не столь значимым клинически, но, тем не менее, все равно оно есть. Поэтому мы и говорим, что после перенесенной коронавирусной инфекции к своему прежнему образу жизни, к вашим физическим нагрузкам, которые вам были привычны до коронавирусной инфекции, нужно возвращаться очень осторожно, крайне медленно, под наблюдением специалиста. Потому что именно после перенесенной инфекции вот это состояние может как раз о себе дать знать. И если вовремя его не остановить, вовремя не предупредить его прогрессирование, это может затянуться и обернуться потом негативными последствиями уже на более длительный период времени. Тромбы, образование тромбов – это, конечно, проблема, которая сопровождает коронавирусную инфекцию. Если это большие сгустки, да, которые возникают в артериях, например, да, на пляжках, они закрывают просвет крупного сосуда, они могут вызвать инфаркты и инсульты. Инсульты, если поражается сосуд, который кровоснабжает головной мозг, инфаркт, если закрывается сосуд, который кровоснабжает сердечную мышцу, сердце. Если это мелкие сосуды, капилляры, может поражаться не только сердце, да, может поражаться, например, печень, почки, ну, за счет того, что просто вот эта микроциркуляция, она нарушена. Следующее, что у нас может страдать, да, и наиболее часто, наиболее так вот все знают, да, на поверхности, это, конечно, легкие – это развитие пневмонии. Ну, и это не та пневмония, которую мы вот считаем бактериальной пневмонией, вот то, что мы раньше говорили, пневмония. Это пневмонит вирусный, да, то есть это длительное такое повреждение и за счет иммунных процессов, крошечных вот этих воздушных мешочков, пальвиол, как мы говорим, которые участвуют непосредственно в воздухообмене, которые выводят углекислый газ и поглощают кислород и передают этот кислород как раз в кровь, а кровь уже идет к сердцу, и сердце уже распространяет обогащенным кислородом кровь по всему организму. Головной мозг. Ну, опять же, очень часто люди замечают, да, кто перенес коронавирусную инфекцию, говорят, у меня проблемы с памятью после коронавирусной инфекции, я не могу сосредоточиться, у меня нет настроения, да, так вот не только инсульты могут быть, да, как причиной коронавирусной инфекции может быть инсультом, провоцировать инсульты, но вот судороги, например, синдром такой полинеэропатии, временный паралич, и даже вот говорят сейчас о том, что может увеличиваться риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера, и именно вот эти иммунные механизмы, они играют роль в формировании вот этих заболеваний. Проблемы с настроением, то, что я уже упомянула, переутомлением, да, особенно те, кто находился в реанимации, кто тяжело переживал эту инфекцию, кто перенес тяжелое вот это стрессовое состояние, вот они очень часто выходят из больницы, стационаров, да, в состоянии депрессии, беспокойства, вот этой вот слабости, отсутствие настроения, упадка сил, хронической усталости, да, и вот вроде даже отдых, даже сон, он не помогает и не улучшает. Ну и, конечно, вот до сих пор непонятно, как же все-таки ковид повлияет на людей в течение времени, потому что сейчас даже есть вот некоторые данные о том, что эта инфекция может провоцировать, да, прогрессирование развития онкологических заболеваний, тяжелых иммунных заболеваний, ревматоидных заболеваний, то есть здесь, конечно, это пока нам сложно говорить, потому что отдаленных результатов таких мы не имеем, да, вот, например, у нас опыт пока только двухлетний информационный. Отдаленные последствия. Когда мы говорим про отдаленные последствия, Елена Георгиевна уже упомянула, прежде всего, конечно, мы говорим про месяцы, да, в течение этой болезни. Уже после, вроде бы как, выздоровления, после того, как уже, вот, вроде должно бы все пройти, да, уже острый период прошел. Большинство, конечно, людей, они переживают в течение нескольких недель вот эту вот остроту, а дальше, собственно говоря, у них ничто не беспокоит, они постепенно восстанавливаются. Но вот все-таки есть такие пациенты, и наиболее часто это встречается, у пожилых людей, у людей, которые имеют сопутствующие заболевания. Но вот даже молодые люди, они могут испытывать вот эту вот длительную симптоматику, проблемы с сердцем, проблемы с памятью, проблемы с легкими, проблемы с дыханием, да, на протяжении нескольких месяцев, когда, казалось бы, вот оно, все должно пройти, но почему-то оно не проходит. Что чаще всего у нас встречается, когда мы говорим про постковидный синдром? Снижение массы тела, причем, посмотрите, вот больше, чем на 5%. Сильная отдышка, остыня и утомляемость, боль в груди, сердцебиение, головная боль, кашель, головокружение, потливость, суставные мышечные боли, длительные вот эти вот извращения, вкуса, запаха, потери этого ощущения, проблемы с памятью, со сном, сыпи, выпадение волос. Ну вот из этих всех симптомов, посмотрите, отдышка, боль в груди и сердцебиение, это то, что может насторожить и заставить вас подумать, а не сердце ли это, не проблема ли это с сердечно-сосудистой системой. Ну, как всем известно, если у вас повышенная потливость, от потливости никто не умирает, а вот если боль в груди является причиной того, что у вас коронавирусная инфекция вызвала дебют, да, начало клиники стенокардии, вот это может уже быть опасным, это может привести к инфаркту. И, безусловно, вот это состояние, на которое следует обратить внимание, и, конечно, следует проконсультироваться с кардиологом. Из чего обычно состоит программа реабилитации? Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, дозированная ходьба. Если необходима помощь психотерапевта, конечно, пациентам, которые испытывают вот эти вот проблемы с настроением, упадок настроения, депрессивное состояние, стенизацию, здесь, безусловно, помощь психотерапевта, она нужна. Физиопроцедуры, диета-терапия, ну и медикаментозная терапия, это то, что точно так же приходит нам на помощь, чтобы пациентам помочь из этого состояния выйти. Когда мы говорим про лечебную физкультуру, я уже вам объяснила, что нужно восстанавливаться, приходить к тем физическим нагрузкам, которые у вас были до коронавирусной инфекции, очень постепенно, очень аккуратно. Так вот, именно индивидуальный подход с постепенным расширением, это приоритет, на который нужно обращать внимание. Вот если мы говорим о лечебной физкультуре, о какой-то, да, ходьбе физических нагрузок. Предпочтительны, конечно, аэробные нагрузки с постепенным расширением, с постепенным увеличением объема, с постепенным увеличением длительности физических нагрузок. И, конечно, это прежде всего индивидуальный подход. Вот это самое главное, потому что, безусловно, нельзя всем дать одинаковые рецепты, сказать, ходите 20-30 минут со скоростью, там, 6 километров в день, да, и у вас будет все хорошо. Нет, все организмы разные, каждый человек по-разному перенес это заболевание. И, конечно, здесь должно быть все индивидуально. Диета. Прежде всего, представьте, организм человека, который перенес коронавирусную инфекцию, он перенес просто огромный стресс. Должно быть достаточно белков, чтобы восстановиться, должно быть достаточно витаминов, микроэлементов. Особо обращают внимание на витамин Д и С, как витамины репаративные, как витамины, восстанавливающие организм, да. Ну и вот витамин Д, где его достаточно много? Это кисломолочные продукты, это творог, это сыр, это масло, как бы это ни казалось странным, растительное, сливочное масло. Это яйца, это морепродукты, это печень, палтусы и трески, это рыбий жир. Там все знают сейчас, что это очень, да, хороший и богатый источник витамина Д и омег. Это рыба жирных сортов, да, ну и, конечно, где нам взять витамин, где нам взять полезные, хорошие продукты? Это овощи, это цельнозерновые продуктовые каши, это такой же хлеб, да, это птица, белое мясо. Ну и, конечно, нужно ограничивать соль, соль, содержащая продукты. Почему соль? Соль задерживает жидкость. Если мы говорим про людей, которые имеют сердечно-сосудистые болезни, соль – это то, что вызывает повышение давления, соль – это то, что вызывает задержку жидкости при сердечной недостаточности, поэтому соль нужно убирать из своего рациона, по крайней мере, в виде солонки, в виде тех продуктов, которые на вкус соленые, да, то есть это очень важно. Что такое психотерапевтические мероприятия? Это не просто разговор с психотерапевтом, это прежде всего полноценный сон, да, здесь работает старая русская поговорка, да, которая нам говорит о том, что сон лечит. Не нужно сидеть на диване и думать, ну вот всё, у меня слабость, у меня нет сил, я никуда не пойду, да, всё равно какая-то физическая активность должна присутствовать, та, которую вы можете себе позволить без плохих ощущений. Не нужно закрываться всего мира, не нужно бояться получить помощь кого-то, да, то есть если вам трудно, я думаю, что у вас наверняка найдутся те люди, которые смогут вам помочь и готовы с радостью будут вам помочь какой-то своей, да, своим каким-то действием. Ну и безусловно, вот то, что касается приятных эмоций, это безусловно хобби, это общение с приятными вам людьми, это то, что доставляет вам удовольствие, а по жизни это надо делать. Медикаментозное лечение. Прежде всего, что очень важно, то, что я говорила вначале, если вы имеете и сердечно-сосудистые заболевания, не забывайте принимать препараты регулярно, которые назначил вам ваш кардиолог. Это самое основное, это самое важное, это то, что часто является причиной проблем, причиной декомпенсации тех состояний, которые у пациента имелись ранее. Если наоборот, вы перенесли коронавирусную инфекцию и до нее вы не принимали никаких препаратов, но вдруг у вас появились проблемы и вам выписали эти лекарства, их также нужно принимать, да. Как не забыть, ну, здесь работают записки, заметки, будильники, таблетницы, да, там стикеры на холодильник, какие-то раскладки таблеток, препаратов, которые нужно принимать рядом с теми вещами, которыми вы пользуетесь каждый день, там, например, бритвенный станок, зубная щетка, да, вот расческа, то есть чтобы вы взяли и поняли, что нужно все-таки вот обратить внимание на то, что нужно принять лекарство. Что же делать пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием после того, как все-таки эта коронавирусная инфекция случилась и пациент ее перенес? Придерживаться принципам здорового образа жизни. Я надеюсь, что вы все этому придерживаетесь, все стараетесь это поддерживать. Регулярно принимать свою базовую терапию, при необходимости консультироваться с кардиологом и корректировать эту терапию. В случае, если рекомендован прием разжижающий кровь препаратов, да, это, еще раз говорю, бывает теперь довольно часто, когда выписывают из стационара после коронавирусной инфекции и назначают препарат, разжижающий кровь. А может быть, он необходим был вам и раньше, да, и вот здесь нужно понимать, какой препарат принимать, как его принимать, когда прекращать принимать. И вот эту длительность приема, кратность приема, препарат, дозу препарата может определить корректно только доктор. При возникновении признаков кровотечения, если вы принимаете такие лекарства, нужно обращаться к врачу. И вот если вам назначили разжижающий кровь препарат, если вы его принимаете, это касается и препаратов тех, которые пациенты наши пьют после стентирования, после инфаркта, да, или это может быть аспирин, да, также это касается тех препаратов, более серьезных разжижающих кровь, таких, как мы используем при нарушениях ритма, да, например, или вот после коронавирусной инфекции, которая назначается, что вам прежде всего необходимо знать, да, чтобы вдруг, если такая ситуация с вами произойдет, у вас не было паники, непонимания, да, и вы не сидели дома и не ждали, что оно вот пройдет, да, оно не проходит. Вот что нужно сделать, да, если вдруг возникает кровотечение? Если появляются признаки кровотечения, вы получили травму, кровоточит рана, простым прижатием, давлением, повязкой не останавливается кровь, да, необходимо обращаться к врачу. Если появилась слабость и онемение какой-либо половины тела, головокружение, интенсивная головная боль, это может быть симптомом инсульта, вызывать скорую помощь. Перед началом приема новых лекарств, если вдруг, например, вы принимаете препараты, да, а какой-то другой доктор вам говорит, нужно принимать вот еще что-то, да, обязательно этому доктору нужно говорить, я принимаю вот такие-то лекарства. Как будут они взаимодействовать с моими нынешними препаратами? Избегать употребления алкоголя, потому что алкоголь, конечно, может провоцировать все кровотечения. То, что касается молодых женщин, да, необходимо предохраняться, потому что в период вот этой вот постковидной истории, да, или ковидной истории, когда идет массивная лекарственная нагрузка, конечно, беременность вот в этом состоянии и постковидном раннем, когда организм невосстановленный, когда идет большое воздействие лекарственных препаратов, конечно, она нежелательна, да, и вот здесь самый эффективный способ – это, конечно, предупреждение. Если необходима какая-то стоматологическая процедура или вдруг необходима операция, нужно предупредить доктора, что вы принимаете препарат, разжижающий кровь. Нужно избегать, конечно, тех ситуаций, которые могут вызвать травмирование, да, ну, скажем, например, вот зимой очень часто был такой вопрос. Доктор, скажите, вот я перенес ковид, да, мне назначили препарат, разжижающий кровь, а я катаюсь на горных лыжах. Хочу попробовать поехать покататься на горных лыжах. Это вид спорта травмоопасный, да, и всегда в этой ситуации мы говорим без травм, да, потому что травмы, они всегда чреваты большими гематомами, кровотечениями, внутренними кровотечениями. То есть вот на этот период времени данной истории нужно избегать, да, ну и, конечно, вот если мужчина электрическую зубную щетку использовать, чистить мягкой щеткой, да, с мягкой щетиной, чтобы, конечно, десны свои не травмировать, и они не кровили. Как вы можете понять, да, на что нужно обратить внимание, чтобы вам сказать, да, что вам нужно идти к кардиологу обязательно, да, это причина для того, чтобы озаботиться своим состоянием, обратить на себя внимание, и это какая-то проблема с вашим здоровьем. Если, например, у вас появились боли в грудной клетке, особенно если они связаны с физической нагрузкой, и раньше у вас этого не было, и у вас возникают при этом боли, да, которые отдают в плечо, в нижнюю челюсть, да, в руку в целом, отдышка, головная боль, вот при этом возникает там, тошнота, слабость, обморок, не дай бог, это, конечно, вот прецедент для того, чтобы пойти сказать доктору об этом и посоветоваться, что же делать дальше, необходимо обследование. Отдышка, если она усиливается у души ночи, редкий пульс, меньше 50, особенно если есть головокружение, да, или, не дай бог, обмороки, или, наоборот, частый пульс, особенно неритмичный, да, то есть если вы чувствуете, что у вас раньше этого не было, а сейчас у вас неритмичный пульс с высокой частотой, впервые появились перебои в работе сердца, это повод для того, чтобы пойти к доктору. Если вы почувствовали, да, что у вас давление стало, ну, что называется, не в своей тарелке, да, быть, давление высокое, давление низкое, перепады давления, дестабилизация давления, колебания давления, да, опять же, это причина, чтобы пойти к кардиологу, корректировать терапию. Медикаментозная терапия – это прежде всего база для лечения гипертонической болезни. Если вдруг вы увидели у себя отёки на ногах, если вы стали замечать, что у вас поменялся цвет букв в сторону синюшности, если вот этого не было, и вы вот это стали отмечать вместе с появлением отдышки, опять же, нужно идти к доктору. Если вы планируете расширить свою физическую активность, да, до занятий активным спортом, даже если до ковида вы хорошо переносили физические нагрузки, занятия спортом, всё равно перед тем, как после ковида, да, пойти и начать заниматься вот таким активным спортом, необходима консультация кардиолога, да, потому что, конечно, вот понять, как ваша сердечно-сосудистая система отреагирует и перенесёт данную ситуацию, конечно, может только специалист. Ну и не забывайте то, что те пациенты, которые имеют хронические заболевания, они подлежат всё-таки, как раньше говорили, диспансерному учёту, сейчас мы говорим периодическому наблюдению. То есть, конечно, если есть какие-то изменения в организме, да, тем более, если у вас было сердечно-сосудистое заболевание и вы перенесли тяжёлую коронавирусную инфекцию, нужно прийти к кардиологу и посмотреть, может быть, требуется какая-то корректировка терапии. Ну вот, собственно говоря, то, что касается нашего мнения, нашего общения с вами по поводу коронавирусной инфекции сердечно-сосудистой системы, вот то, что мы вам приготовили, я озвучила всё. Я вас призываю задавать вопросы, и нам хотелось бы, конечно, услышать, да, но услышать мы не сможем, а увидеть сможем ваши вопросы, и мы готовы на них ответить с Еленой Георгиевной. А вот это наши контакты, это наши, да, возможности записаться на консультацию кардиолога, ну и, собственно говоря, любого другого специалиста в нашем объединении. Причём это можно сделать как в онлайн-режиме, да, через интернет, это можно сделать и по телефону, да, и можно просто отправить сообщение, например, вот в WhatsApp. Конечно, мы вам ответим, мы постараемся помочь всем. Ну и самое главное, то, что мы хотим сделать, самое главное, то, чем мы хотим вас заинтересовать, то, как мы хотим вам помочь, вашим родным, вашим близким, это наши встречи вот такие вечерние, которые будут проходить теперь на регулярной основе. Мы их планируем делать четверг, два раза в месяц, да, это будет проходить через неделю. Вот вы видите, мы стартовали с вами вот с этой школы, да, сегодняшней коронавирусной инфекции, а в следующий раз мы ждём на встречу вас 16 сентября. В это же самое время, как говорят, на том же месте в тот же час, и мы с вами поговорим уже про холестерин, потому что это такая правда жизни, которая есть, да, которую мы считаем, что должны все знать, должны на неё обратить внимание рано, потому что холестерин – это то, что является причиной развития, прогрессирования бляшек, а бляшка – это то, что приводит к развитию инфаркта и инсульта. Это те состояния, которые очень часто являются инвалидизирующими для человека. Потом мы с вами будем рассуждать про боли в груди, нужно ли беспокоиться, когда у вас болит в грудной клетке, да, и какие боли должны настораживать, и какие не являются большим поводом для беспокойства, и что делать, если вы испытываете эти боли. Ну и вот потом наша школа 14 октября – это школа, которая, я думаю, что привлечёт очень много внимания, потому что в нашей стране, по данным статистики, после 40 лет половина людей болеет гипертонической болезнью. И могу вам сказать, откуда вот это название у нас родилось. Это на самом деле идея не наша, это идея, которая была в 2001 году опубликована в американском журнале «Таймс» на обложке. И прямо так и называлась. «Hypertension Stealth Killer» – «Тихий убийца гипертонии». это именно то, что, не давая о себе знать очень много лет, убивает людей. Это то, что способствует развитию инфаркта и инсульта. Ну вот я надеюсь, что вопросы появились. Мы благодарим вас за внимание. И давайте, наверное, будем переходить к общению. Я вас призываю задавать вопросы. Елена Анатольевна, мы всех благодарим за внимание. Вопрос у нас один, я на него сейчас отвечу. Я думаю, что сегодня с нами были самые заинтересованные слушатели. Пожалуйста, обратите внимание на себя, своих родных и близких именно с той точки зрения, с тех позиций, о которых так подробно сегодня вам рассказала Елена Анатольевна. Действительно, мы будем продолжать занятия в школах для пациентов. Они будут регулярными. Ждем вас, ваших близких, ваших друзей и знакомых на занятия этой школы. На вопрос отвечу в конце. Пока скажу, если у кого-то вопросы сейчас не возникли, возможно, из-за высокой информативности или информации вопрос сейчас сформулировать сложно, пожалуйста, вы можете задать их позже, задать на нашем сайте, и мы на них с удовольствием ответим. Если у вас несколько вопросов возникло, и задавать их просто сейчас очень объемно, можно воспользоваться телеконсультацией. Елена Анатольевна об этом тоже говорила. Если у вас появились жалобы, не дай бог, или симптомы, тогда, конечно, лучше записаться к кардиологу на прием, на консультацию. И хочу сказать, если вдруг вас интересует какая-то медицинская проблема в целом, ну, например, перебои в работе сердца, неритмичный пульс, что это значит? Или какая-то другая проблема, там, боль в плече, боль в грудной клетке. Одышка. Если у вас есть интерес к какой-то теме, вы, пожалуйста, нам тоже дайте знать, и мы спланируем занятия школы, специально посвятим вот той теме, которая вас интересует. Ну, конечно, будем начинать с тех тем, которыми интересуется большинство слушателей. Ну, а по поводу вопроса, сейчас я его открою, а уже два вопроса, очень хорошо. Так, лекция очень информативная. Конкретно, куда обращаться с паническими атаками, страхом смерти? Где психотерапевты принимают по полису ОМС с такими проблемами после перенесенного ковида? Ну, уважаемая Елена, у нас все, что делается по поводу ОМС, связано на территориальной маршрутизации. Поэтому с этими жалобами нужно обратиться, прежде всего, к участковому терапевту, и вас уже направят по маршрутизации туда, куда вы по месту жительства относитесь. Если проблемы не решатся по месту жительства, добро пожаловать к нам. Так, Елена Анатольевна, еще есть вопрос, да? Да, Елена Георгиевна, есть вопрос насчет ревацию салденофила. Входит или не входит в живой НЛП? По проблеме легочной гипертензии этот препарат входит в список живой НЛП. Насколько я помню, да? Левация, да, это применяется препарат при легочной гипертензии. Он есть по так называемому файлу исключения. То есть речь идет, если о бесплатной терапии, этим препаратом, то пациентов включает специальная комиссия, файл, так и называется, файл исключения, и пациенты, которые включены в этот файл, они получают препарат бесплатно. Пожалуйста, а в чате нет вопросов тоже? Ну вот. Ну, нет. У нас учебный год только начинается, 1 сентября. Занятие у нас первое. Очень надеемся и приглашаем вас на последующие наши школы, и будем рады услышать ваши интересы. Если вы что-то предложите, обязательно его учтем. Всем хорошего остатка вечера, хороших выходных, предстоящих после пятницы, и самое главное – здоровья вам и вашим близким. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова